всем привет меня зовут лиса сегодня у нас с вами будет очень важная тема поэтому я знаете чего хочу я хочу чтобы вы посмотрели это видео до конца почему чтобы это видео было для тебя мотивации сегодня собственно мы с вами поговорим о том как же очень быстро и очень эффективно похудеть при этом не делая ничего такого что не мог бы сделать любой человек давайте наберем этому видео ну скажем 10 тысяч лайков если мы наберем 10000 лайков я сниму вторую часть где расскажу вам еще больше супер полезных секретов просто если мы наберем лайки я пойму что вам не интересна вторая часть и поэтому я не сниму прежде чем мы начнем обязательно подпишитесь на мой канал тык и включить себе в давление о публикациях чтобы в дальнейшем ничего не пропускать на моем канале а мы приступаем самый первый совет специально для тех кто любит посмотреть сериальчики и позалипать ютубчики хотя кто вообще не любит этого делать первый же совет заключается в том что когда вы смотрите ваш любимый сериал и начинается какая-то пауза рекламная или просто серия закончилась вот в момент этой самой паузы вы идете не холодильнику чтобы взять себя какую-то еду а включаете себе какую-нибудь бодрую музычку и начинаете заниматься совершенно неважно что вы будете делать упражнения на растяжку вы будете делать наклоны головы вы будете приседать или будете отжиматься не имеет никакого значения ваша задача приучить себя после каждой серии занимать чем-то свое тело если вы можете занимать себя две минуты занимаетесь две минуты если вас хватает только на одно приседание сделать одно приседание но будьте с обои честны если вы можете сделать 20 приседаний делайте 20 но если вы реально не можете сделать 20 делайте 2 я сама пользовалась этим методом когда мне однажды приспичило сесть на шпагат короче я не имела никакой растяжки вообще но потом я такая подумала решила что мне надо садиться на шпагат и просто после просмотра каждой серии аниме я садилась на пол и растягивалась растягивался растягивалась сначала растягивалась две минуты потом пять минут и в итоге как вы думаете за 15 дней я села на шпагат да да за 15 дней с нуля просто делая какие-то странные движения дрыгаясь да потому что телу привыкает ну а вот сейчас я не сажусь на шпагат потому что давно этого не делала но после просмотра этого видео я снова начну начну делать что-то полезное следующий момент очень важен для всех тех кто очень сильно хочет похудеть но очень сильно не хочет напрягаться вообще банальный но действенный совет сократить количество еды которую вы потребляете в течение дня первый вариант как это сделать используйте более маленькую тарелку да наш мозг действительно думает что если полностью наполнить маленькую тарелку и большую тарелку то одинаковое количество еды он видит как бы в этих двух тарелках хотя я думаю вы сами прекрасно понимаете что есть наполнить более маленькую и более большую разница в количестве идей очень очень очевидно первое время возможно будет чувство легкого голода и это именно то что нам нужно а также есть тут же второй способ вы каждый день начиная прям вот сегодняшнего кладет в свою тарелку меньше порции чем вы едите обычно например сегодня вы кладете не сто процентов от того количества которого обычно едите а 90 и вот так вот каждый день вы уменьшаете себе порцию в конце концов вы дойдете до того что вы будете есть ровно половину от всей еды которые вы обычно потребляете и тут не надо быть просто эйнштейном и каким-нибудь там еще гением чтобы понять что если вы будете есть половину меньше чем видите обычно вы похудеете при любых обстоятельствах похудеете но я не советую вам делать это все тут же то есть если вы сейчас посмотрите видео пойдете положите себе одну ложку каши вместо двух то нет вы не наедитесь вам ничего не будет хорошо поэтому нужно медленно постепенно привыкать а вот следующий безумно хороший совет я кстати рекомендую использовать в паре с самым первым советом вы же не забыли что было в первом совете это если вы опять-таки смотрите сериалы залипаете на юбчики или что-нибудь еще там смотрите делать все то же самое что обычно делаете но сидя на полу возможно сейчас покажется странным что на полу на самом деле ничего странного в этом нет вы садитесь на пол и просто-напросто начинаете делать какие-нибудь элементарные упражнения на растяжку во первых это гораздо лучше чем что-нибудь поедать во время просмотра видео а есть на полу как-то не совсем комфортно да и вам постоянно просто будет хотеться как-то двигаться и в этот момент делаете какую-нибудь позу бабочки из йоги какое-нибудь легкое упражнение на растяжке те же самые наклоны все это никак не отвлекает вас от телека вы продолжаете смотреть свои сериалы но при этом при всем еще и держите ваше тело в тонусе еще и занимаетесь физкультурой а это просто чудесно потому что вы смотрите сериал вы не едите вы занимаетесь что вообще может быть лучше худеть во время просмотров любимого блогера кстати признавайтесь какие вы сериалы аниме дораму или что-нибудь еще сейчас смотрите делитесь в комментарии будет очень интересно узнать кто что сейчас смотрит если вы хотите знать что я сейчас смотрю то это моя новая вайфу пожалуйста познакомьтесь ее зовут йода и это из боруто да я такой зашкварник что смотрю папку боруто а еще смотрю люцифера и черный список вот из сериалов дораму я никакой сейчас не смотрю так что может посоветуйте чего знаете что вообще самое скверное существует я вам объясню самое скверное это когда ты сидишь и смотришь какой-нибудь свой сериальчик анимешечку дорамочку или что-нибудь там еще и ешь в этот момент и ты настолько привыкаешь есть во время этого всего то что там смотришь что потом ты просто уже не можешь сесть и смотреть этот самый же телек или не телек если у тебя нет еды и ты начинаешь смотреть сериал тебе некомфортно ты идешь на кухню и что-нибудь там ешь но об этом подробнее я уже рассказывал в одном из моих видео поэтому я не буду повторяться если кстати вам все это интересно и вы хотите узнать больше о похудении больше о диетах там питьевых интуитивных и т.п. и т.д. то смотрите мой плейлист который так и называется как похудеть там просто вот там клад там клад всего самого полезного с моего канала что же самое время перейти к четвертому пункту правда после него останутся целых два и самый важный вас ждет еще впереди так как на улице сейчас офигительно хорошая погода самое простое самое банальное самое очевидное это гулять на улице чаще вот сейчас я вам на простом банальном примере расскажу про две ситуации первая ситуация для тех кто передвигается на общественном транспорте а второй кто передвигается на бибики давайте начнем с общественного транспорта если вам ехать 5 остановок то езжайте 4 остановки а последнюю идите пешком старайтесь как можно больше вообще ходить пешком и там где это возможно или например если у вас две пересадки например вы едете на метро а потом едете на автобусе то езжайте на метро как вам нужно потому что все таки метро довольно большие расстояния подразумевают а потом просто вместо того чтобы ехать на автобусе идите пешком вот серьезно я очень много гуляю пешком вы себе не представляете насколько много я гуляю пешком и тут кстати теперь история про автомобилистов для тех кто имеет авто в транспорт что вы делаете самым простой это парковаться в какой-нибудь заднице да 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 особенно для москвы этот совет просто самый лучший но я думаю вы сами знаете сколько стоит парковка в центре города в москве но вместе с тем вы наверняка также знаете что на одной улице у нас 200 рублей в час парковка а если идти 10 минут пешочком куда-нибудь туда подальше во дворе то там уже 60 так что вот вам еще и целый лайфхак как сэкономить деньги вы паркуете свою машину всех районов где за 60 там кстати обычно места то и есть потому что это уже какие-то дворы идут а идете свои точки назначения там где уже 200 нет я не буду говорить о том что вам важно пить много воды я просто скажу пейте воду вот предположим что вы обычно днем пьете я пью кофе нет много кофе нет охренеть как много кофе вот охренеть как много кофе в день я пью я могу пить пять шесть семь кружек кофе да больной человек но это заметно чтобы ваше тело пришло форму чтобы ваше тело чувствовал себя лучше сократите то количество напитков которые вы выпиваете и неважно это соки чаечек кофеечек шоколадик вообще все сократить его и пейте воду и вместо 6 кружечек чайка пейте 5 кружечек чайка и одну кружечку воды и таким образом замещайте весь ваш чай на воду вы заметите по вашей коже по вашему самочувствию потому какая вы будете бодрой или какой вы будете бодрой если вы мужчина который смотрит мой канал и кстати сейчас будет рубрика бомженька совет бомженька совет надеюсь это было эпично в крайнем случае я надеюсь на то что это было эпически тупо если у вас есть кружка есть вода и есть чайный пакетик заваривайте этот чайный пакетик раза три а то и четыре так вы сэкономите чай и так в какой-то момент вы смиритесь с тем что вкус ароматного бодрящего чайка вас покидают проверено бомженькой ну и бред это только что был знаете что объединяет всех людей которые с понедельника начинают худеть ну во первых то что они начинают с понедельника худеть а во вторых то что они не начинают но так вот что же объединяет всех этих людей их объединяет недостаточная мотивация поэтому предлагаю вам сейчас прямо вот в силу секунду обзавестись этой самой мотивации я предлагаю с этого дня вести такую нашу с вами общую тему общую с вами рубрику которую мы назовем АВФИГУРА Просто почему бы и нет Что такое эта самая АВФИГУРА? Это будет наш с вами некий боевой клич Боевой лозунг С помощью которого мы будем находить себе единомышленников С целью похудеть и найти себе друзей Поэтому, что вы делаете? Прямо сейчас пишите мне в комментарии Этот хэштег АВФИГУРА И немного расскажите о себе Расскажите о том, сколько вам лет, какой у вас рост Какой у вас вес и чего вы хотите добиться И напишите еще, из какого вы города Если у вас есть такое желание И ищите себе единомышленников Среди других людей, кто то же самое напишет Так вы сможете получить целых два очень важных ништяка Во-первых У меня не получилось что сделать, поэтому сделала это еще раз Неправильный палец получился, извините Во-первых Во-первых Вы таким образом сможете найти себе друзей Как мы ищем друзей? Мы ищем среди единомышленников Теперь у вас есть как бы две причины найти себе друзей на моем канале Во-первых, это я Ну вы смотрите меня, значит у вас есть некий интерес ко мне А это значит, что люди, которые тоже смотрят на меня У них тоже есть ко мне интересы Вот у вас завязалась дискуссия И вы можете найти себе поддержку Поддержку среди людей, которые тоже хотят похудеть Мне кажется, это просто идеальная схема Поэтому рекомендую вам прямо сейчас все это писать в комментарии И из тех людей, кто уже написал этот комментарий Находите себе единомышленников Вот серьезно Если вы когда-то хотели найти себе друзей Найти себе новых знакомых, приятелей для общения Почему бы не сделать это прямо сейчас? Я очень надеюсь и хочу верить в то, что это видео вам понравилось Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось Поддержите меня этим, покажите, что вам понравилось Обязательно подписывайтесь на мой канал Если вы еще всего еще почему-то не подписаны Но уже досмотрели до этого момента и не подписались Зачем? Зачем так? Лучше подпишись! Серьезно, подпишись! Ну и конечно же становитесь спонсорами моего канала Если вы хотите меня поддержать И иметь целую кучу ништяков от меня Ну, например, целую фигурку Фокса Которая будет сопровождать вас в комментариях на моем YouTube-канале И я прощаюсь с вами Всем спасибо за просмотр И всем пока-пока До новых встреч Помните, вы у меня самые лучшие У вас все получится И вместе мы с вами сила Субтитры сделал DimaTorzok